И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня я расскажу о Lite-версии в мобильном приложении биржи GTO. Также есть Pro-версии, в общем-то о ней расскажу как-то в другой раз. В этом видео расскажу, почему люди пользуются Lite-версией, зачем она нужна, какие у нее плюсы и тому подобное. А если у вас будут какие-то вопросы, то вы сможете написать их в комментарии, я на них попытаюсь ответить. Или также вы сможете ждать их в чате биржи, тоже ссылочка будет в описании. И там вы сможете спросить вопрос, и вам ответит админ или дружное сообщество биржи GTO. Главное, полностью вопрос задавайте, чтобы он был понятен сразу. Такс, и пока я не забыл, YouTube могут заблокировать. И это похоже на правду, поэтому можете подписаться на меня в Телеграме, ссылочку в описании. Но я думаю, это не самый важный факт, по которому на меня стоит подписываться. А второе, у меня в Телеграме куча всего, чего нет на YouTube, там много всяких тем, на которых можно заработать. Там, например, я выкладываю все темы, в которых зарабатываю сам. Бывает. Какие-то мысли, интересные темы с других каналов. В общем, там интересно, заходите, более 200 человек сидит за мной в Телеграме. Напомню, что биржи GTO входит в топ-7 лучших бирж мира. Спасибо за поддержку. Сделал более 45 видео уже о биржи GTO. Вы сможете их посмотреть в отдельном плейсте, там ответил на самые часто задаваемые вопросы. А если у вас еще есть какая-то тема, вы можете написать в комментариях, я сделаю по ней видосик. А, и так же, если вы еще не зарегистрированы на биржи GTO, то можете это сделать по моей ссылочке в описании и получить вечную и максимальную скидку на торговые комиссии 20%. Такс. А теперь опрос у жителей Санкт-Петербурга. Я узнал их мнение о криптовалюте и финансах. Такс. Если у вас есть какой-то интересный опрос к прохожим, то напишите его в комментариях, я его спрошу в следующий раз. Такс. Поехали. Привет, отвечу на пару вопросов. Давай, отвечу. В чем вы храните деньги? Наличкой. Есть ли у вас какие-то накопления? Нету. Как вы относитесь к криптовалюте? Да я даже не знаю, что это. Спасибо за ответы. Такс, такс, такс. Для начала стоит сказать, кому подойдет лайт-версия. Например, я практически не пользуюсь лайт-версиями, я всегда пользуюсь про-версиями. Такс, лайт-версия подает для новичков, чтобы совершить депозит, обменять крипту или продать ее. Также, чтобы купить NFT, интерфейс не перегружен и просто в освоении. Скажем, кому не нужны никакие плечи, еще всякие штуки. Просто завел деньги, купил криптовалюту, которую хотел и все. То есть это идеально даже для обычных холдеров, которые не хотят разбираться в сложном интерфейсе. Такс, разберем все функции лайт-режима поподробнее. После открытия приложения перед вами появится главная страница. Сверху находятся две кнопки. Одна отвечает за пополнение баланса фиатными валютами, другая – криптовалютой. Чуть ниже находятся ленты новостей и обучающих статей. И советую все-таки новичкам очень много изучать, чтобы потом не делать глупых ошибок, поспешных решений и каких-то непонятных инвестиционных стратегий. И поэтому лучше вначале все изучить и только уже потом что-то покупать. Такс, правда эти статьи на английском, но надеюсь, что это не будет для вас проблемы. Если что, вы сможете их перевести при желании. Такс, еще ниже находится список криптовалют с основной информацией, такой как название и цена, и насколько выросла или упала крипта задней процентах. В отличие от про-версии, здесь нельзя отфильтровать крипту. Мы можем лишь добавить или убрать криптовалюту в избранное. И посмотреть, какие активы у нас есть. Такс, идем далее. На нижней панели есть вкладка «Обмен», в которой мы можем быстро купить криптовалюту за фиат. Нам нужно лишь ввести значение в валюте, насколько мы хотим пополнить. Ну, также я уже говорил, как можно вводить фиат на биржу GTA, довольно выгодно. Это P2P или BestChange, в общем-то два варианта, вы сами там выбираете. Смотрите просто, где комиссия поменьше, да, и закидывайте, так сказать. Другая вкладка позволяет нам конвертировать крипту в другую. Правее находится вкладка NFT. После пополнения кошелька вы сможете приобретать NFT, там их очень много. Но советуем новичкам посмотреть пару моих видосов про NFT, немножко разобраться в NFT. И NFT, я считаю, нужно покупать в последнюю очередь и на небольшой банк, примерно так. Ну, или небольшой процент, если вам так удобнее. И последняя вкладка «Кошелек», и вы можете вывести свои активы или наоборот пополнить. Такс, это фейс лайт-версии удобен и понятен. Очень удобно пополнять, обменивать, покупать NFT и выводить средства. Даже, честно говоря, если бы я пользовался лайт-версией, я бы очень редко переключался на Pro, потому что я, честно сказать, нечасто использую все функции Pro-версии, но я так привык, мне просто удобнее в Pro-режиме находиться. А как вы делаете, вы можете мне писать в комментариях. Я думаю, новичкам быстро станет тесно, поэтому на моем канале постоянно выходят объясняющие аспекты видоса про другое, как делать в Pro-режиме. Но всё равно, лайт-версия — это идеальный перед-про. Спасибо за просмотр, пишите свои мнения в комментариях, смотрите мой телеграм-канал, регистрируйтесь по ссылочке, ну и самое главное, ставьте лайк, потому что самое главное — будьте аккуратны.